Вообще, ты в такую группу? Куку. Элизавету? Да. Маленькая Лиза ведет свою подругу, тоже Элизавету, на занятия по музыке. Девочке из-за особенностей здоровья тяжело общаться и даже играть. Но рядом с подружкой занятия даются проще. Одно из самых любимых – рисование. С тем не было сначала не с кем дружить. А потом я выбрала Лизу, но мне показалось, что она такая смешная. Мы любим с ней рисовать. А тут тоже две тезки – Соня. Хоть помощница почти на два года младше, у нее получилось заинтересовать подругу лепкой. Родителям и воспитателям это удавалось с трудом. Я ей помогаю, чтобы она красиво лепила. Мы с ней играем. А вы что играете? Чем играете? Догоняю. Послал специалистов, ребенок с ограниченными возможностями социализируется гораздо быстрее, если рядом есть дети-компаньоны. Приходится в том или ином моменте подстраиваться под соцсум. Это важно. Если он закрыт дома, где его все понимают, где по каждому его жесту или непнятному слову летят и делают, то здесь ему приходится каким-то образом выстраивать коммуникацию. При этом и обычные дети сами многому учатся. Представляете, что нужно придумать нормотипичному ребенку, чтобы ребенок начал работать. Вот вам креативность, вот вам коммуникабельность, эмпатийность, если хотите, сопереживание, сочувствие. Это я носила вот это. В 147-й школе особенных детей также не бросают. Кира тоже не такая, как все, но это абсолютно незаметно. Просто ребенок более ранимый и тихий, но улыбается и радуется так же, как и сверстники. Сейчас она в первом классе, учится наравне со всеми. Хотя еще в начале учебного года знала всего несколько букв. Это единственная школа в городе, где у таких детей появляется тютер. Мы дружим с Кирой, помогаю ей во всем. Самое такое сложное, наверное, что было, это перемена настроения у нее. А так девочка, она хорошая, умненькая. Ну, конечно, помогали ей, помогаю ей, где-то считать и читать. Мы лучше улучшимся. Молодец. В этой школе несколько особенных учеников. И по словам учителей, к четвертому классу отличить от остальных их просто невозможно. Ведь главное, чтобы рядом был человек, который тебя всегда поддержит. Как к Семену Юрьевичу обращаешься? Как его правильно называть, по-твоему? Друг. Денис Козлов, Владимир Антонов. Новости ТВК.